Итоги завершающегося года подвел глава администрации города Сергей Завражин на пресс-конференции, состоялась которая во вторник, 21 декабря. Уходящий год был непростым для всех, однако город достойно его пережил, во многом благодаря грамотной политике администрации, нацеленной на созидание и развитие. В области дорожного хозяйства этот год Сергей Завражин назвал беспрецедентным и по размеру финансирования, и по количеству километража отремонтированного полотна. Дороги города продолжат ремонтировать в следующем году, по некоторым договорам уже заключены, не останавливается работа по благоустройству придомовых территорий и общественных пространств. Заметно преобразился парк южного микрорайона, очередь за индустриальным. На сегодняшний день у нас заключено уже 4 контракта. Это электроснабжение полностью, это видеонаблюдение, выполнение дорожек и на выполнение двух площадок. Одна из важных тем пресс-конференции – водоснабжение города. Сергей Владимирович отметил, что и в этом направлении проводится много работ. Водопровод, который мы в этом году строили по улицам Партизанская, Равнинная, Низинная, Озерная, Неглинная, Совхозная, это подгорный микрорайон, он закончит. Работы также подрядчикам выполнены, мы их приняли. Поэтому теперь уже жители этих улиц могут обращаться за техническими условиями в водоканал. В самом ближайшем будущем власти намерены приступить к реализации экологического проекта по реконструкции станции водоподготовки и продолжить строительство водопровода в частном секторе. Большая изношенность теплосетей – еще один больной вопрос всех населенных пунктов. Вследствие недостаточного финансирования службами производятся только вынужденные срочные ремонты, где аварии уже случались или велика их вероятность. В этом году нам удалось сделать ремонт теплосетей на улице Радиаторная и на улице Маркса. Удалось заменить несколько болеров в ЦТП в городе Искитиме, которые обслуживают наш МУП теплосеть. Все это делается для того, чтобы повысить надежность теплосетей, и соответственно, чтобы наши люди были как можно испытывали меньше неудобств по поводу отсутствия горячей воды и соответственно теплоснабжения. В следующем году также эти работы будем продолжать.